Коллеги, добрый день. У нас на рынке на сегодняшний день большое количество образовательных ресурсов, много инструментов. Я не скажу, что изобилие как на Западе, но достаточно много. Но беда состоит в том, что по сути ничего нового ни одна из компаний, платформ не вносит в сферу онлайн образования, не дает новых каких-то уникальных инструментов, которыми действительно можно было кого-то удивить и закрыть какие-то новые потребности, новые боли, которые появляются у наших учеников, у учителей. Именно поэтому мы пошли по пути развития новых технологий. Это касается и передачи данных, это касается и уникальных инструментов, которые появляются в составе наших базовых решений, и интерфейсов, и новые открытия в сфере отображения учебного контента. Там у нас целый большой-большой букет решений, которые мы обязательно презентуем, думаю, что в марте месяце 2019 года, для того, чтобы все так же полюбили, как и старую добрую DreamStady, которая на текущий момент работает. У нас достаточно большое количество школ на ней работает сейчас, на прежней технологии WebRTC, которая в 2019 году всех удивит своими новыми возможностями. До этого момента, до конца прошлого года, у нас все коммуникации в онлайн-среде были построены на 80% в среде вебинаризма. То есть это когда кто-то что-то вещает, и его послушно, покорно большое количество людей слушают. Вебинаризм, для меня лично, это лично мое мнение, это больше похоже на самообразование, потому как нужно додумывать, нужно дослушивать, нужно больше изучать самостоятельно. Не хватает лишь одной той лекции, которую говорит нам человек с экрана, для меня вебинар стал просто средством массовой информации. Это как телевизор, это как YouTube, я не вижу разницы между существующими вебинарными платформами и тем же самым, к примеру, там, YouTube. На YouTube тоже можно записать ролик, выложить его на видеосервер, для того, чтобы под ним собирать большое количество комментариев и потом на эти комментарии также отвечать. По сути, нет синхронной связи, если она есть, она неудовлетворительного качества. До сих пор многие платформы используют умирающую флеш-технологию, которая в будущем совсем перестанет существовать, уже сейчас испытываются большие трудности. Но даже дело не в этом, даже дело не в синхронном канале связи, даже дело не в той вот самой безупречной функции диалог, которая очень важна для сферы образования. У нас, наша технология шагнула еще дальше, еще вперед. Наши веб-сервера, медиа-сервера научились работать по нейронной сети, они научились распознавать лица учеников. Они могут идентифицировать ученика, сидящего перед монитором, на предмет соответствия, этот ученик находится перед монитором или не этот. Позволяет проводить экзаменацию перед монитором, если в какой-то момент ученик сможет отклониться в сторону, куда-то вправо, влево, для того, чтобы что-то посмотреть или списать, прочитать в стороне. Камера это зафиксирует. Уже сегодня наши медиа-сервера поддерживают большинство веб-камер. Мы работаем сейчас над некоторыми прошивками веб-камер, которые из прошлой эпохи. У нас очень большая проблема всегда была в том, что презентационные материалы проигрывались вебинарными площадками, либо с помощью Flash-технологии, загружая презентацию PowerPoint, превращая ее в ролик, ведущий пролистывал ее слайдами. Либо загруженная презентация PDF преобразовывалась в картинки, и это тоже пролистывалось слайдером для того, чтобы все, кто присутствует в онлайн-уроке, могли видеть медиа-контент, который демонстрирует учитель. Это и то, и другое, конечно, все здорово, но это уже прошедший этап, потому что это очень долго, и очень ресурсозатратно, и очень интернет-зависимо. При неудовлетворительном качестве сигнала связи чувствуются, очень ощущаются задержки, и с большим трудом это все пролистывается. А в браузерах, в которых нет поддержки Flash-технологии, это становится практически невозможно, потому как большинство, еще раз повторю, вебинарных площадок, которые есть у нас, и платформ, которые развиваются по схеме DreamStady, нового ничего никто не придумал. Мы пошли еще дальше вперед, и мы придумали преобразовывать любой презентационный документ в HTML-формат, для того, чтобы превратить его в электронный учебник, и его можно было демонстрировать в ходе идущего вебинара. HTML-страницы грузятся намного быстрее, рисунки подтягиваются с сервера, если они там есть в этой презентации, ну и в целом процесс пролистывания происходит намного быстрее и качественнее. Плюс Flash-технологии состоит в том, что любую презентацию, если она была до этого анимирована, ее можно оставить анимированной. Еще один плюс – любой HTML-документ можно оживить, если человек имеет определенные небольшие хотя бы навыки составления сайтов на тильде, к примеру, либо на других конструкторах, и у него есть понимание того, как сделать, допустим, мигающие кнопочки, форма опроса или еще что-то. Это можно делать в формате существующих презентаций, дополняя их интерактивными инструментами, которые реализуются за счет JavaScript, jQuery и прочих технологий, которые понятны программистам. Но они становятся и понятным обычным людям, потому как в DreamStuddy будет возможность в марте 2019 года составить такой учебник электронный или презентацию самостоятельно, не имея навыков программирования, а имея просто большое желание создать какой-то шедевральный продукт. Это что касается отображений медиа-контента. У нас есть еще много умных и интересных вещей, которыми мы будем удивлять. Это система оценки глубины знания, полученных учеником. Эта система тоже построена на принципе нейронных сетей. Компьютер, ядро платформы оценивает степень восприятия учеником знания по определенному алгоритму. Алгоритм задает также преподаватель. Именно этому мы будем учить, начиная с марта месяца, всех наших клиентов и тех, кто будут становиться нашими клиентами в нашем университете DreamStuddy. Это очень емкий образовательный процесс, который даст возможность людям перешагнуть на принципиально новый уровень. Не просто сидеть перед камерой и что-то доступно кому-то рассказывать, а быть настоящим профессионалом своего дела, если вы действительно решили перейти в онлайн-среду и делать какие-то уникальные продукты, которые будут нравиться людям. Мы будем делать свою систему электронных учебников, и именно поэтому мы провели ряд переговоров с несколькими издательствами, которые уже на текущий момент, я пока не буду разглашать название этих издательств, но они крайне заинтересованы в оцифровке своих учебников и приданию им интерактивного формата. Это не просто отсканировать учебник и выложить его в какую-то открытую среду, это полностью преобразование учебного пособия в интерактивный формат обучения. Это что-то типа большого, интересного, красивого, интерактивного курса, который можно проигрывать в формате обычного онлайн-урока, а также им можно пользоваться в ходе самостоятельного обучения. Здесь очень много интересных вещей, которые мы смогли угадать, и которые были до этого неудобны как учителям, так и ученикам. У нас есть несколько революционных решений и в этом плане, и в том числе мы сделаем эту индустрию, индустрию образовательной литературы, которая в онлайн-среде будет существовать, крайне доступной. То есть если до сегодняшнего момента можно было приобретать какие-то учебники за достаточно большие деньги, мы сделаем эти учебники крайне доступными по цене, но сопоставимой с музыкой в iTunes, в Apple, когда можно за 8-50 рублей или за 8-50 рублей купить песню или альбом какой-то. То есть тут тоже можно будет любому ученику приобрести учебник, учиться по нему с большим удовольствием, каждый день открывая для себя что-то новое. У нас будет возможность кастомизации. Что такое кастомизация? Ну это, наверное, ориентация на потребителя, более доскональная ориентация. Ведь кому-то нужны курсы, кому-то нет. Кому-то нужны вебинары, кому-то не нужны. Кому-то нужен магазин, кому-то не нужен. Кому-то нужен Smart Edu, который это новый наш инструмент для оценки знаний учеников. А кому-то он не нужен. Мы дадим возможность всем людям, всем учителям, всему обществу образовательному выбирать для себя DreamStady, ту, которую им нужно. Наполняя платформу только необходимыми инструментами, а лишнее все отключать для того, чтобы не мешалось это все, не перегружало и не путая человека. У нас не будет того вот комбайна, который был до этого. Конечно же, он останется у тех пользователей, которые уже подключены с 2017, 2016 года, 2018 году. Но всем новым людям, ну и старым тоже, появится возможность кастомизировать свое решение под свои образовательные потребности. У нас появится в этом же разделе мы дадим возможность записаться на один из наших мега доступных курсов, который мы будем проводить очень много в 2019 году, либо в наш университет, либо в нашу школу администраторов DreamStady. И мы будем очень много в этом году посвящать времени обучению. Это начнется с весны и продлится до самого конца года. Ну и, соответственно, далее будет очень много по времени это все проходить. Мы постарались учесть пожелания всей целевой аудитории, которая либо учится в школах наших учителей, либо обучает на наших платформах. И также весной мы презентуем новую адаптивность для мобильных устройств. Мы вошли в систему центров дистанционного обучения детей-инвалидов. Это те уникальные дети, которые не могут заниматься в асинхронном канале. Они не могут получать образование и получать знания, если они не видят, не слышат учителя для того, чтобы понимать, что он получает от них обратную связь. И для них очень важна синхронность. Очень важна синхронность и интерактивность. Если говорить о вузах, да, у нас очень много их, кстати, сейчас в нашем портфеле клиентском. И для вузов тоже могут быть созданы замечательные учебные пособия интерактивные. Это первое. Второе у нас с 2019 года начала работать своя лаборатория АЭР. Дополненная реальность, которая будет делать инструменты, позволяющие простому пользователю, учителю использовать АЭР-технологии в образовательных процессах, в том числе в составе своих курсов. Это такой, как тоже некий конструктор, который построен на базе технологий Юнити. Ребята, которые работают в моей команде, это бывшие аспиранты и выпускники Самарского политеха, воодушевленные этой идеей сделать АЭР доступным, несут его в массы, дополняя курсы преподавателей вузов и университетов вот таким инструментом. Чем он интересен? Он очень интересен, потому как для нескольких кафедр политеха уже сделали один хороший инструмент по изучению насосного оборудования и нефтяной промышленности, где какой-то коротенький курс проходится напополам вместе с АЭР. Это сейчас функционирует в тестовом режиме, но если мы доделаем этот проект до самого конца, то я думаю, что ко второму полугодию 2019 года мы его сможем выпустить в общий продакшн, для того, чтобы все преподаватели вузов имели возможность быстро, качественно дополнять свои онлайн-курсы инструментами и вариациями из серии дополненной реальности. Плюс у DreamStuddy появляется большое масштабирование. С этой версией, обновленной, с этим релизом, DreamStuddy может складываться как мозаика, то есть из нескольких платформ можно будет получить одну огромную или большую. Они между собой будут связываться, и их база данных между собой будет связываться, база данных учеников, и у любого университета появится полноценный инструмент для онлайн-образования, для запуска направления онлайн-образования, который построен не только на онлайн-курсах, но и на онлайн-уроках. Именно по этой системе мы работаем с вышкой сейчас, со школой дизайна. Это очень большой наш проект, который у нас сейчас идет, и в будущем, я думаю, что будет самым революционным проектом, который получит какую-то трансляцию на всю Россию. Но именно принцип мозаики, чтобы несколько платформ могли складываться в одну, это одно из пожеланий именно вузовских наших клиентов, где много учителей и большое огромное количество учеников. Кстати, численности тоже у нас вырастут, потому что наша дирекция по развитию инфраструктуры сетевой работает непрерывно над совершенством и качеством сети, анализируя нагрузки и открывая в местах большой интенсивности, пиковой интенсивности, медиасерверные узлы для того, чтобы разгружать сеть и обеспечивать большое количество одновременно подключенных пользователей в режиме одного онлайн-урока. Большое спасибо всем за внимание. Желаю вам большой удачи в этом году и хороших, творческих, сильных успехов в создании революционных продуктов. Мы с удовольствием ответим, я с удовольствием отвечу на все вопросы, которые любой мне можно задать по любому из каналов коммуникации со мной, социальные сети, электронная почта, телефон. И с удовольствием при необходимости приеду в ваш город, в ваш вуз, для того, чтобы более подробно рассказать про уплатку в Модримстаде, про решения, которые мы транслируем на рынок, про 2019 год и про будущее онлайн-образование. Желаю вам всем еще раз удачи. Спасибо большое, что услышали.